всем привет сегодня закончили печь противопожарная разделка будет сделано чуть позже так как потолок будет разбираться топливник все равно подсвети сюда в топливник и это вот в этой комнатушке часть и то же самое с этой стороны прочистка заслонка летнего хода к сожалению она получилась с этой стороны комнаты чуть неудобно но по-другому не выходила так ну и сейчас мы распалим пробную топку сделаем и заодно снимем это все на видео может бумаги надо было кинуть а вот бумажки возьмите на столе все разом сколько дров накладываешь не забывай это первое про то не знаю почему но почему-то перед первым рожигом всегда чувствуется такое трепетное волнение а летний ход открытый хоть может достаточно я думаю достаточно там мелких нарубан или нет закрой сейчас посмотрим поддувало чуть-чуть надо подождать бумаги очень мало начинает развораться пока разворается покажу вот ручку сделали какую красивую скованных элементов когда вертикально дымоход открытый горизонтально дымоход закрытый она подпружинена то есть можно выставлять под любой угол тем временем пока разорвается топливник еще сырой пока не то что пока чем долго будет сырой стеклышко немножко запотела сейчас она чуть просохнет будет лучше видно старались печь упростить максимально чтобы было более бюджетней нету полочек декоративных все просто грубо говоря прямая печь ну единственное что сделали плинтус небольшой карнизик это только с фасада и вот такую кленовую перемычку вот в принципе работа топливника на летнем ходу сейчас немножко прогреется дымоход и перекроем летний ход вот у нас уже стеклышко прогрелась перекрыл заслонку летнего хода ну это же хорошо что дымо нет а значит все сгорает у нас красиво сделали там небольшие прогарчики по два сантиметра с одной стороны и с другой стороны хотя в предыдущей печи мы заткнули их каолиновой ватой работает так же само пока проводим эксперименты горит чистенько красиво стекло не закапчивается мне нравится думаю заказчикам тоже понравится заказчик будет через неделю и объект этот сдадим через неделю возможно потом сниму еще раз видео серега не помыли перемычку снизу видишь на батарею все видно интенсивность горения хорошее можно убавить за счет поддувальной дверцы но я думаю не стоит я пока видео остановлю для того чтобы пофотографировать вот летний ход закрытый у нас хочу показать как она работает с закрытым летним ходом закрытый летний ход то есть она работает по большому кругу все работает хорошо топливник пока закоптился немножко ну это и понятно так как он еще совсем сырой так собственно сам процесс догорания осталось там совсем чуть-чуть углей вспышка заработала топливник чуть закатился так как сырой но со временем сажа выарит как просохнет ну а сейчас покажу как мы возводили эту печь всем привет итак мы приступаем к новой печи четыре с половиной на три это двухколпаковая будет ну и она будет такая простенькая на внешний вид но тем не менее мы сняли фаски это витебский кирпич сделали такие клинтуса ну и планируем за неделю сделать эту печь сделали два ряда забутили сейчас подготовим дверцы и приступим далее ну вот одна уже готовая дверца это 304 сталь нержавеющая закреплена на болты и вот мы потом еще подрежем что такое фокус не хочет подрежем болты чтобы шляпки потом не упирались в кирпич и загерметизируем вот эти вот щели калиновой ватой чтобы была она более герметичная у нас процесс идет полным ходом скрепим дверцы на крышку прописные сейчас покажу как Сережа фаски снимает до сих пор ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Установили дверцы, прочесные, просто на пешке гипсокартонные и на глино-песчаную смесь. Единственное, сверху откинули коалиновую вату. И этот ряд мы закончим и сразу его проармируем проволокой. Сверлим под армирование. А ну, Руслан, покажи сверло. Обычное победитовое сверло чуть-чуть подгорело у нас. Сверла на печку хватает же нам? Да. Сверла хватает на печку. Итак, сделали пять рядов. Это первый раз мы армируем. И потом следующие, каждые три ряда, будем армировать проволокой. Проволока в данном случае у нас двоечка, другой не было. Но выше мы приобретем чуть потолще, 3,3,5 диаметра проволоки. Вот. Сделали клин. Ну и, в принципе, сейчас еще один ряд и монтируем дверцу топочную. Ну а внутреннюю часть чуть позже начнем класть. Кстати, вот эти боковые стенки мы специально не закладывали сразу. Потому что можно было заложить, заштукатурить, поставить базальтовый картон и потом примыкать в печь. Но не сделали это специально, потому что можно, по крайней мере, с этой стороны прислонить уровень. И чтобы была ровная плоскость. Потому что, так как стенка будет уже сделана, потом найти плоскость будет сложновато. Больше надо будет манипуляций с уровнем проводить. А это время. Время-деньги. Так же самое с этой стороны. Можно будет прислонить уровень и будет ровненькая, красивая печь. Установили дверцу. Установили ее снизу на раствор. Раствор, так как раньше вложили картон, но со временем картон проседает и дверца тоже, соответственно, проседает. Поэтому снизу намазали на глинопесчаную смесь. По бокам вот вставляем картон. Болтики подрезали, чтобы они не выпирали. И сверху тоже кинем один или два слоя картона базальтового. Ну, вместо картона можно использовать и другие материалы там. Проармировали опять же третий ряд. Через каждые три ряда. Оставили здесь ниши под подверточный кирпич. С этой стороны. Ну, в принципе, начали делать зольную камеру. Серега. С бэушного кирпича. Ну, и другого у нас нет. У нас снова перевязываемся проволокой и попала как раз над дверкой. Мы взяли, проложили здесь базальтовый картон, слой и вата. Ну, и для того, чтобы проволока не перегревалась, вот ставим вот еще один такой лист с нержавейки. И натянем проволоку. В таком случае она не будет так перегреваться, если было без этого листа. Сейчас я натяну. Кстати, здесь Серега уже начал делать подзольник. Нарезать. И здесь для перевязки кладки с красным кирпичом выпустили пэшки. Итак, покажу, как мы делаем клинчатую перемычку. Вот я нашел кусок кротона. Лежал у заказчика. Установил ее, закрепил, чтобы она не падала. Ну, болтается, но тем не менее можно. Нарисовал, начертил, вернее, центр. Начертил горизонтали, так, чтобы они совпадали с кирпичами. И начал от центрального ряда. То есть, клин сначала. Здесь я поставил точку, от которой я ориентировался. Подставлял ватерпасс. Вот. И вот так вот отрисовывал клин. Потом поворачивал. То есть, он остается на месте. Ватерпасс поворачивал в сторону. Чертил. Так, где он? Вот. Чертил второй кирпичик. Так же самое. Третий. Четвертый. И... Сместился. И пятый. Вот, в принципе, и все. А дальше с помощью малки подставляем пяточные. Сначала устанавливаем два ряда. Потом эти два ряда клины. Опять пяточные. Опять два клина. И центральные уже ставятся кленовой. Делаем клинчатую перемычку. Вот с помощью такой малки. Продается в эпицентрах строительных магазинах. Вот им можно подложить. Под любой угол. Сделали вот такую деталь. Решили чуть по-другому сделать. Вот. А на эту сторону прикладываем к кирпичу. Обрисовали. И она получается будет симметричная. То есть вот две одинаковые детальки будет. Вот мы практически завершаем кленовую перемычку. Решили делать не из маленьких частей, а вот ложками. И здесь вот просто кидаем вторую часть. И все. Освещение плохое, к сожалению. Вот так выглядит. И осталось, грубо говоря, кинуть еще вот эту часть. Проармируем и кинем еще клин. Закончили клин. Так вот он выглядит. Здесь мы сделали зазорчик 5 миллиметров. На случай, когда дверка начнет нагреваться, чтобы она не выдавала его. С этой стороны вот мы проармировали. Сделали здесь прорезь. Как можно было уложить проволоку. Что у нас здесь? Топливник. Здесь будет хайло выходить в эту сторону и опускаться. Здесь выпускной канал. И здесь подъемный. Так же самое с этой стороны. Это подъемный. Здесь под колосник. Забыл, что надо видео снять. Хайло. Это камера Дожига. И вот выходит в эту сторону. И в эту сторону выходит. Да, это сам с собой разговаривает. Вот пошел он дальше. Пойдет выпускной канал. Там через подвертку. И сюда в подъемный. Так же самое с этой стороны. Пришел все время. Я ему как раз мешаю. Показываю, какую-то некрасивую кладку делаю. Грязную такую. Сейчас все поможет. Свеженькое все. И после этого еще будет два ряда перекрышки с огнеупорного кирпича. На этом топливник закончится. Дальше будет перекрытие с красного кирпича и второй колпак. Прошли еще три ряда. Проармировали. Теперь проволочка тут посерьезней. Закончили топливник. Видно выходит хайло. Будет опускаться газы вниз. Через подвертку. И сюда по подъемному каналу. Так же самое с той стороны. Здесь кинем лист картона. Кидаем уголки. Опираясь на вот эти стенки, которые здесь поднимем. И здесь будет два ряда перекрышки. И дальше второй колпак. Покажу еще кое-какие моменты. Закончили топливник. Закончили опускной. И подъемный канал. Видно как выход у нас хайло идет. Как со светом не справлюсь. Ну он видно. Выходит, опускается вниз. И сюда через подъемный поднимается. Здесь поставили уголки на внутренние стены. Они не будут попадать под прямое воздействие огня. Проармировали проволокой. В этом месте мы поставим заслонку летнего хода. Мы их поставим две. Одну с этой стороны, одну с той стороны. И сейчас перекроемся. Я чуть позже сниму еще видео, как мы далее делаем. Так, вот мы начали перекрывать колпак. Показываю, как вот сделали и как вот еще вот в процессе. Это вот у нас подъемный, подъемный канал. Сейчас закончу этот ряд и покажу, как он будет уже в готовом состоянии. Так, вот закончили перекрышку. Будет летний ход здесь и здесь. Это два подъемных. Сейчас покажу вам, как мы армируем кладку. Вот в этой части я уже сделал. Вот просто загибаем под 90 градусов плоскогубцами. Просверливаем отверстие. Вот я там уже вставил. Видите, тут не до конца. И здесь вот немножко не до конца. Все, струна звенит прямо. И сейчас так же само проармируем здесь. И с той стороны. Так. Что у нас здесь? Второй колпак. Блин, освещение не очень. Ну, извините. Другого пока нету. Так. Вот сделали мы заслонку-хлопушку. То есть она вот... Летний ход закрытый. Причем с двух сторон. Вот, видно. Здесь поставили нержавеющую трубку. Так же само сюда в вкладку. И так же само с той стороны. И так же само с той стороны. К нержавеющей приварили стопорки и заложили их сюда под кладку. Чтобы она не разбалтывалась, не расшатывалась. Вот. Эта заслонка, она чем хороша? Тем, что симметрично прогреваются каналы. Так как делаем когда с одной стороны, то канал все равно начинает работать с противоположной стороны. Он больше прогревается. Когда закрываем заслонку летнего хода, то все равно через этот канал идут быстрее газы, так как он более прогретый. Поэтому мы начали делать с двух сторон заслонку летнего хода. Сечение оставляем небольшое. Но в данном случае там 80 на 120 миллиметров. Так же само и с той стороны. И в то же время, если неправильно воспользоваться печью, то есть допустим, ну мало ли там, не по инструкции, если будут воспользоваться. Если произойдет какое-то возгорание газа уже в колпаке, то она просто сработает как байпас, как клапан подрывной. Ну то есть она раз и все. Газы вышли. Обратно заслонку поставить. И все работает. Потом здесь у нас будет уже подъемный канал и он же уже и дымоход пойдет. В этом месте мы через два ряда сделаем подвертку. Газы будут выходить отсюда, обходить колпак, прогревать колпак и потом уже сюда через подвертку и в дымоход. Армируем этот уже крайний ряд и еще кинем между перекрышкой сетку. Ну в принципе все. Я еще покажу, как мы уже будем перекрывать колпак, этот второй. Ну и перекрышка. Я думаю, по печи здесь в принципе вопросов больше нету. Ну если кого-то что-то интересует, можете писать в комментариях. Так, я в следующем проекте каком-нибудь покажу, объясню, как мы это делаем. Фокус, ты где? Так, места совсем мало, чтобы показать. Но тем не менее, сейчас покажу. Так, вот у нас заслонка. Поставили стопорок. Такой же стопорок, вот он стоит. То есть закрылась горизонтально и вертикально уперлась сюда. Дальше я потом покажу, как мы здесь ставим пружину и ручку. Теперь здесь мы оставили подвертку. То есть вот идет с канала. То есть вернее колпак обходит его. Подворачивается здесь снизу и сюда в дымоход. Перекрытие делаем вот здесь вот. Сделали такие клинышки, консоль. И тот клин опирается сюда и на эту сторону. Это будет перекрыта эта сторона. Эта сторона будет целыми перекрыта. Ну и с этой будет аналогично сделано. И все, это будет перекрытый колпак. Один ряд. Ну и второй уже завершающий. Сдалека чуть-чуть покажу. Так вот. Сдалека чуть-чуть покажу. Сдалека чуть-чуть покажу. Сдалека чуть-чуть покажу.